Бисмилляхи рахмана рахим Есть известное изречение Путина о том, что они все сдохнут, а мы очутимся в раю Но такие эсхатологические диверсии путинского дискурса на самом деле никого не должны удивлять И не потому, что этот человек мыслит категориями религиозного пафоса Конечно нет, это человек, который глубоко и всецело в себя влюблен То есть это такой принцип чекистского нарциссизма, по сути говоря Но его риторика здесь, она, конечно, имеет основания для того, чтобы мобилизовать людей Есть прекрасное исследование двух авторов книг, которая называется «Манихейство и гностицизм. Русские коды русской цивилизации» И там авторы на хорошем историческом, психологическом примерах показывают, что российское сознание дуально в своей основе Оно выстроено, конечно, не по Карло Шмидтовскому принципу «свой-чужой», где выковывается политическое А свой-чужой, когда чужой, это абсолютное зло Когда все устраивается в виде битв Битва за урожай, битва с блоком НАТО, битва с внутренними врагами, битва за здоровье и так далее То есть сознательно поднимается статус и капитализация мобилизации внутренней Но так как у этих людей, с этих людей вернее, столетиями что-то выкачивают постоянно Сначала через систему крепостного права Потом советский проект, который требовал постоянной мобилизации быстрее, выше, сильнее И пятилетку за четыре года Все это, конечно, выматывало их, потому что, собственно говоря, энергетическая ценность человека имеет определенный предел Кстати говоря, у Орвелла в 1984 есть такой тезис, что дважды два – это пять Откуда он его взял? Он сказал, что подглядел в тезис, который он вычитывал в газете «Правда» «Сделаем пятилетку за четыре года» То есть он понял, что вот этот вот новояз, вот эта игра словами, они имеют серьезное значение О чем, конечно, писала Ихара Арендт, что политическое – это, прежде всего, воплощение языка коммуникации То есть в ней языка нет никакого политического Поэтому мы и говорим, что борьба за язык – это борьба за политическое восприятие Это борьба, которая выстраивает подлинную коммуникационную политическую систему И те, кто борется с языками, я имею в виду, конечно, российский режим, который подавляет языки народов Российской Федерации Это не борьба с культурой, это не борьба с танцами и плясками В конечном итоге можно устраивать пантомиму или отбивать чучетку без языка Потому что язык – это основа мировосприятия и это основа политического взгляда Это основа политического, прежде всего, взаимодействия Потому что любая коммуникация – это полис Поэтому мы и говорим коммуникация, комьюнити – это одно и то же, по сути говоря Но, возвращаясь к путинскому изречению, они все сдохнут, а мы попадем в рай Здесь очень важно, что слово рай имеет тот же корень, что и древнегерманское, вернее, вестийское, персидское райх Некое благоденствие, некая благодать Собственно говоря, райх – это государство, ставшее потом Это полис, который стал основой бюрократического государства Хотя, конечно, когда персы использовали слово райх, которое потом перешло, судя по всему, и в арабское риад Не подразумевалось государство в том виде, в котором оно есть сейчас Потому что государство современного типа – это государство XIX века Ну, XVIII с оттяжкой, потому что создание номенклатуры и бюрократии стало возможным после того, как размоталось, что ли, да Дезактивировался двор королевский, правящий, княжеский Или когда он разрастался Или после Великой Французской революции Когда-то люди свободных профессий, адвокаты, писатели, журналисты, врачи начали плести ткань нового общества Из них набирались номенклатурщики, бюрократы В то время там, как классический феодальный строй государства, это был двор Приближенные родственники, бассалы Поэтому современный государство ничего не имеет общего с государством даже двухсотлетней давности Но путинское желание рая – это не желание эсхатологическое Я не думаю, что Путин верит искренне в Бога Он верит в себя, он верит в свои деньги Он верит в свою номенклатуру Которую, как он считает, выстроена по идеальному прусскому образцу Что, конечно, таковым не является Не может это пространство родить прусский порядок Никакой ордунг немецкого типа здесь невозможен Но Путин чает этого, потому что он работал в Дрездене Директором дружбы народов И он хочет быть вот этим самым Он видел вот эти порядки Он видел даже Видел, как ГДР, который находился, собственно говоря, под пятой и под сапогом советского государства Все равно процветал и была самой успешной стороной стран Варшавского договора А ФРГ к 65-му году нарастила экономическую мощь больше, чем она была до начала Второй мировой войны То есть эти люди умеют работать и умели работать, собственно говоря Здесь другое пространство Вот Путинский рай – это рай номенклатуры Это Кавкианский рай, где все отдает ему под козырек Где он сидит в условном, да и не в условном бункере Нажимает на селектор Отдает распоряжение И все работает, как те самые швейцарские часы Нет, ничего подобного нет и не будет Путинская участь – это участь человека, который заключен в свой бункер И, как я уже говорил, словно португальский диктатор Салазар Лежит и думает, что он управляет страной Или, как сказал Николай I своему сыну Я думал, что я управляю этим большим государством Оказывается, им реально управляют 25 тысяч столоначальников То есть 25 тысяч бюрократов Великий император, самодержец, сакральная фигура Признал, что он страной не управляет Мы тут с Муратбеем приводили сравнительный анализ Николая I и Путина, конечно, не в пользу последнего Потому что Николай I был огромного роста, широкогрудый Такой интеллектуальный, в общем-то, аскет В отличие от Путина, который низкорослый, злопамятный И не является аскетом Это человек, окруживший себя богатством, комфортом и китчивостью Путинский рай – это китчивая номенклатура, о которой он мечтает Поэтому все разговоры о том, что Путин может нажать на кнопку И запустить ядерные боеголовки в страны Запада Для меня не является, на самом деле, убедительными Может быть, придя в какое-то сумасшествие Он нажать сможет, но эта система не так работает Кнопка ни у него одного, во-первых А во-вторых, человек, который озабочен собственным здоровьем Боится за свою жизнь, вряд ли готов жертвовать Ради чего непонятно Ради того, чтобы доказать всем Что он не крошка цахис А какой-то большой человек уровня Николая Первого Конечно нет Поэтому Путин – это в определенном смысле Политическая абстракция Политическая родинка, которая вышла на теле России И сейчас грозит и норовит вытечь таким гнойником Неприятный момент Но всегда Российская Федерация И до этого Российская Империя Она жила вот этими родинками Вот этими отметинами Которые приходили и исчезали Принося много крови Будь то Сталин, будь то Путин Будь то всякие императоры Но Путин наследует эту линию по нисходящей До этого были крупные фигуры Путин это мельчает и в физическом И в моральном, и в политическом смыслах Поэтому Путин – это последний всхлип этого пространства Как пространство тираний Я верю, я понимаю, я более чем убежден Что после ухода Путина Это пространство будет переформатироваться Перестраиваться на новых основаниях Как справедливое общество Как федерация Народов Российской Федерации Которые учреждали эту страну А Москва является лишь одной из субъектов Этой федерации Это вообще очень странная конфигурация При котором федерация Федерации Есть какой-то главный субъект в виде Москвы Который распределяет и командует все Нет, не федерации, это гибрид Путинская система гибридная Она что-то берет от Советского Союза Что-то от Российской империи Что-то от идеологии КНДР Чучхе Там национализм И так далее Все остальное И являет миру Как некий эксклюзивный путинский проект И сейчас этот проект Эксклюзивный Он исчерпывается Бункерная политика Оказалась Тем самым Коллапсом К которому она и должна была прийти По логике вещей К сожалению Эти люди Не учат историю К сожалению Эти люди Не понимают логики Хотя, конечно Им бы следовало почитать Того же Гегеля Если уж они так серьезно Поклоняются Германско-прусской модели Но Эти пожелания Так и останутся Пожеланиями в пустоту А мы должны, конечно Смотреть и рассчитывать Что будет в будущем Потому что Путин Как субъект политический Уже закончился И самое время Нам думать И строить будущее